Компания CJ Entertainment, производство Му Юнг Филм. Режиссер Пак Чен Вук. В 1945 году Корея была освобождена от захватчиков, однако осталась разделенной на две части. Разразилась война, которая унесла с собой убитыми и ранеными 5 миллионов жителей Кореи. В 1953 году было подписано соглашение о перемирии. С целью наблюдения за демаркационной линией была создана наблюдательная комиссия нейтральных государств. Обе стороны и Организация объединенных наций образовали объединенную зону безопасности. Ли Йон Э, Ли Буон Хион, Сон Кан Хо, Ким Та Ву, Шин Ха Кюн. В фильме «Объединенная зона безопасности». Сеул, Южная Корея, аэропорт Кимпо. Прошло три дня после окончания военных действий в объединенной зоне безопасности. Попытки провести совместное расследование между Северной и Южной Кореями провалились. Но недавно участники переговоров достигли компромисса в переговорном процессе. Сегодня решено привлечь в качестве третьей стороны представителей Швейцарии и Швеции, чтобы взять под контроль ситуацию. Стороны договорились, что расследование будет проводить наблюдательная комиссия нейтральных государств. Европейские страны подозревают, что Север может начать развертывание своей ядерной программы. В связи с этим Соединенные Штаты заявили о намерении направить боевые корабли к берегам Южной Кореи. Оба корейских государства признали необходимость беспристрастного и объективного урегулирования конфликта во избежание перерастания этого инцидента в мировую войну. В соответствии с этим соглашением наблюдательная комиссия нейтральных государств планирует направить военных юристов из Швеции и Швейцарии с опытом работы в данной области. Добро пожаловать в наблюдательную комиссию нейтральных государств. В объединенной зоне безопасности вы первая женщина с 1953 года. Неужели? Мадемуазель, перелет сюда был удобным? Так точно, сэр. Садитесь, майор. Генерал Ботта специализируется в изучении антропологии полинезийского региона. Вы изучаете антропологию, сидя в кресле? Кресло не столь удобно с тех пор, как произошел этот грязный инцидент. Дерьмо. Итак, сколько вам было, когда вы переехали в Женеву? Мой отец кореец, но я родилась и выросла в Женеве. Она изучала корейский язык, но в Корее первый раз. Дело очень серьезное. Подозреваемый уже под арестом, и мы даже имеем его признание. Наша задача не найти, кто, но объяснить, почему. И это потребует особого методичного подхода. Корейский полуостров подобен большому переключателю между разрядкой и напряженностью. Переговоры в Пекине и Пан Монжоми идут с утра до вечера, но конфликт продолжает развиваться. Другими словами, переговоры между Севером и Югом проходят в сухом лесу. Одна маленькая искра может стать началом большого пожара. В конечном счете, ваша задача оставаться абсолютно нейтральной, чтобы не провоцировать ни Север, ни Юг. Ясно? То есть, моя работа – стоять на границе и спрашивать. Расскажите, пожалуйста, зачем вы нажали на курок? Если начался бой, то противника надо убивать. Ты не смог убить даже одного? И после этого ты называешь себя солдатом? А? Я думал, моей главной задачей было спасение сержанта Ли, поэтому... И поэтому ты специально промахнулся. У тебя был приказ стрелять по деревьям? Я напугал их, чтобы прикрыть спасательный отряд. Что? 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 Может, вы сами испугались? Я не хотел допустить войны. Что? Солдат испугался войны. Ты глупый. Кто? Прибыл по вашему приказанию. Война так легко не начинается. Вон отсюда. Есть, сэр. Это же понятно. Что красные захватили в плен нашего солдата. Обставляют так, будто он сам перешел границу. Я прав? Так точно, сэр. Наш парень... Еще раз, как тебя зовут? Сержант Ли. Сержант Ли. Точно Ли. Ему надо предоставить отпуск. Он отличный солдат. Убил двух неприятелей. Да он герой. Что скажете, майор Джан? Ваше мнение будет принято во внимание при расследовании. Наблюдательная комиссия нейтральных государств берет сейчас подозреваемого под арест. Ни один военнослужащий не может посетить его без моего разрешения. Наблюдательная комиссия нейтральных государств. В этом мире существует только два лагеря. Коммунистические ублюдки и враги коммунистических ублюдков. Третьего не дано. Придется решать, за кого вы. Вы же юрист. Уверен, вы сделаете правильный выбор. Я майор Сафиджан из Швейцарии. Это капитан Персона из Швеции. Привет. Он еще не совсем поправился. Он ранен тупым предметом. Это доказывает, что его пытались похитить. Письменные показания. Письменные показания. Письменные показания. Письменные показания. Письменный показания. Сэнки, Гильсон, нам надо мидрак, улдянасо. Да. Сашанган, Богданин. Сашанган, Богданин. Идем, я не знаю. Ложись! Похоже, это наш. Объединенная зона безопасности, северокорейская территория. Ого! Границы здесь ближе друг к другу, чем я представляла. О, да. Мы даже слышим, как они чихают. После Корейской войны перевезчики с севера переходят через этот мост. Они никогда не возвращаются обратно. Поэтому этот мост называется мост невозвращения. А вы знаете случай, когда людей зарубили топорами? Американцы были зарублены насмерть. Вон там, в деревьях. Как мог солдат упасть прямо на линии границы? Что за спектакль? Как раз здесь нашли тело лейтенанта Чен. А там погиб рядовой Чой. Подземный бункер. Рядовой Чой был талантливый художник. Он даже получил приз на национальном конкурсе. Он пользовался популярностью среди солдат. За то, что рисовал их подружек. Рис — это коммунизм. Как только Ли оставил наш пост, то как по команде ворвались южнокорейские солдаты и расстреляли всех, кто там был. Хорошо, что вышел старшина О. Иначе Юг опять продолжил бы распространять дезинформацию, обвиняя Северную Корею в развязывании конфликта. Это как раз то, что они говорят сейчас? Да кто этому поверит? У нас есть свидетель. Не вставайте. Это майор Сафиджан из комиссии. Как вы? Пустяки. Ничего особенного. Это память от одного террориста из Ливии. Задел меня своим ножом. Однажды в Египте мне пришлось вытаскивать из себя осколок штыком. Показать? Правда? Можно взглянуть? Я рада, что у вас все в порядке. А сейчас расскажите, что произошло той ночью. Все это есть в моих письменных показаниях. Вы имеете в виду письменные показания, которые вы дали, пока находились в коме? Глупая женщина. Что вы сказали? Почему вы все молчите, и никто не хочет ничего рассказывать? Товарищ лейтенант, расскажите, как съездили в отпуск. Да что рассказывать, как обычно. Ну, расскажите. Да ничего особенного. Да ничего. Поехали! Поехали! Родственников сюда привели специально, чтобы повлиять на вас. Стреляли дважды. В первый раз пуля попала в правую часть груди, сломала ребро и прошла через легкое. Но это ранение было не смертельное. А вот второе, роковое. Стреляли в голову, судя по всему, с близкого расстояния. Неприятная улика для Южан. Почему? В него стреляли и тогда, когда он уже лежал. Стрелявший сознательно добил его. Обычно так делают, когда мстят. Что касается следующего, всего восемь выстрелов. Ужасно. Стреляли с такой близкой дистанции, что все ранения сквозные. даже оторвало один палец. Первый же выстрел попал ему в лицо, по-видимому, убив его мгновенно. Все остальные пули попадали в уже мертвое тело. Продолжайте. Выстрел, который убил Чена, был прицеленным. А следующий, который был направлен в Чое, был импульсивным. Интересное обстоятельство. Сержант Ли, он настоящий человек. Понимаю. Однажды, когда он был на дежурстве, северные стали оскорблять нашего президента. Ли услышал это, взял камень и выбил окно на их посту. Тогда я собрал своих людей и сказал при всех, что Ли поступил правильно, молодец. Однажды мы были в разведке, и Ли отстал. Мы все переполошились. Через четыре часа он вернулся. Он сказал, что напоролся на мину. Обезвредил ее. И только потом вернулся. Черт! Тогда я понял. Этот парень особенный. Стальные нервы. Я так скажу. Рядовой нам. Вы были на дежурстве вместе с сержантом Ли в тот день. Правильно? Так точно, мэм. Я не глухая. Почему сержант Ли отлучился один? Он захотел облегчиться. Имеет право солдат оставлять из-за этого свой пост? Он сказал, что у него расстройство кишечника. И он не может терпеть. Сколько патронов осталось в берете сержанта Ли? Пять. А сколько пуль в телах убитых? Найдено одиннадцать. Включая ту, что ранила сержанта О. На сколько патронов обойма? На пятнадцать. Но можно зарядить шестнадцатый вот таким способом. Верно. Количество заряжаемых патронов зависит от привычки. Это холостые патроны. Зарядите оружие, как вы обычно это делаете. Вы отказываетесь сказать мне что-либо? Я ездила в кессон осматривать убитых. Если бы вы просто хотели сбежать, для чего тогда стрелять в человека восемь раз? Я принесла фотографии тела. Не хотите взглянуть? Нет. Я не хочу смотреть на это. У вас приятный голос. новый голос. Да сüst. ЧтобыỪка подогреть. Один. А, euh, поби. Tenemos плат真的. Там реально. Номер умещал. В вашем взводе говорят, что вы очень быстро обращаетесь с оружием. Вы правда такой быстрый? Не продемонстрируете? В бою скорость не важна. Важны спокойствие и хладнокровие. И это все. Хорошо. Вы можете зарядить оружие еще раз, как вы сделали это только что. А вы действительно служите в швейцарской армии? Сержант Ли много говорил об армейской жизни. Он, может, и хотел бы рассказать, но я ему не позволяю. Говорил ли он когда-нибудь, например, о том, как он ходил на боевые задания, или о том, проходил ли он специальную подготовку? Специальную подготовку? Не поможете застегнуть молнию? Су-джон, разве вы не переживаете за сержанта Ли? У нас не было серьезных отношений. Расскажите, что он за человек? Ну, могу рассказать, как он обращался с моим братом. У моего брата никогда с самого детства почти не было друзей. Но после того, как он пошел в армию, дела у него пошли гораздо лучше. И все благодаря Ли. Он очень добрый, вероятно, потому что он, как и мне, вырос в бедной семье. Погодите минутку. Брат? Какой брат? А вы не знали? Рядовой нам. Они служат в одном взводе. Он просил меня встретиться с Ли. Так я и сделала. Что? У меня что-то не так с лицом? Нет. У убийших северокорейских солдат оказалось 11 пулевых ранений. 10 пуль были найдены на месте, но одну так и не нашли. Это и есть недостающая пуля. В вашем оружии оставалось еще 5 патронов. Если их сложить вместе, то 5 плюс 10 будет 15. Поскольку у вас нет привычки заряжать в ствол дополнительный патрон, то 15 как раз составляет то количество патронов, которое у вас было с самого начала. Тогда... Что же это за пуля? Это пуля не из вашего оружия и не из тех, что была найдена позднее. Но она прошла через тело солдата. Если кто-то спрятал пулю, то это означает, что он боится, что по этой пуле будет найден еще один стрелявший. Другими словами, это означает, что там был кто-то еще, пятый человек. Что вы думаете о моей теории? В нейтральной зоне иногда выжигают траву для лучшего обозрения. Однажды ночью мы подожгли поле, поросшее тростником. И мины взрывались, как фейерверк. В другой раз. Рядовой нам тоже был тогда с вами? Это та самая беретта, которая была у вас, когда вас спасли. Никто не сомневался, что пистолет ваш. Но я проверила закрепление оружия в арсенале, и оказалось, что пистолет с этим номером числится за рядовым номером. Рядовой нам заявил, что его пистолет заклинило после первого выстрела. Беретта М9 — это автоматическое оружие, поэтому затвор отбрасывается назад после каждого выстрела. Его заклинило вот в таком положении. Вы все это знаете, да? Вы ведь эксперт по оружию. Я проверила оружие, зарегистрированное за вами. То, которое вернул рядовой нам. На нем, кроме продуктов сгорания пороховых газов, обнаружены пятна крови. После первого выстрела затвор автоматически отошел назад. И затем его заклинило. И кровь попала прямо сюда. И кровь попала прямо сюда. Результаты исследования крови показали, что это кровь рядового чой. Следы крови здесь не были видны, и поэтому их не стерли. Сержант Ли, вы когда-либо слышали о приборе «Киллер-полиграф»? Так же известен, как детектор лжи. Стоять! Не стрелять! Он не заряжен! Брось пистолет! Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Это контрольная точка 2. А вот здесь контрольная точка 3, да? Эй, какие координаты у этой точки? Если мы находимся здесь, тогда контрольная точка 3. Мы уже отошли от контрольной точки 2 часа назад. Мы что, перешли границу? Дайте мне. Мы в дерьме. Быстро отходим на 5 часов. Иди, мы в дерьме. Давайте я познакомимся! Подожди, смотрите! Здесь до встречи! ГОВОРИТ ПО-ДРУЗИТ ПО-ДРУЗИТ Сержант Хуан. Сержант Чон. Помогите. Снежная база, снежная база. Три-два, три-два. Три-один. Три-два. Три-два. КОНЕЦ КОНЕЦ Я говорил тебе не тащить с собой эту чоковую собаку, придурок. Я ее не брал. Заткнись. Я стою на мине. Мы все сейчас погибнем. Осторожно здесь. Ближе не подходи. Еще один шаг, и я подниму ногу. Идиоты. Эй, вы! Куда уходите? Ты же сказал уйти. Когда я говорил уйти, смолочи? Я сказал не подходить ближе. Помогите мне. Взрослый оплачет, как ребенок. Сержанто, что если мы просто уйдем? Хорошо. На, возьми. Это подарок. Пойдем. Пойдем, Пясик. Береги себя. Товарищ старшина, а что если мина? Не говори ничего про мину. Но ведь просто забудь про нее. Кролик. Что? Кролик. Эй, член вашего кролика уже здесь. Пойдемте скидку. Кроликс. Продолжение следует... 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 Боже мой! Боже мой! Что? Не будь наивным. А помни, что рассказывал тот солдат-перебежчик. Их пограничники обучены вербовать нас на свою сторону. Я думаю, они не такие. Он спас мою жизнь. Брат, я не понимаю, почему в нашей республике не сделать такого печенья? Брат! А ты не хотел бы перейти к нам? Ел бы чокопай? Сколько влезет? Если хочешь, конечно. Послушай, Ли, говорю один раз, повторять не буду. Я мечтаю о том дне, когда в нашей республике будут делать печенье лучше, чем ваше. Ясно? Но делать нечего. Пока что я буду есть этот чокопай. Ладно. Забудь. Ты только языком мелешь. Прекрати! Прекрати! Нет. Нам! Останови этих. Красных. Не три, просто намажь вот этим. Снимай. Во-первых, хорошенько взболтай. Вот так. Потом смажь. Вот так. После того, как высохнет, еще раз. Еще раз. Тревога, тревога! 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 Эй, быстро! Эй, быстро! Шевели задницами! Получено сообщение, что северные войска группируются вдоль границы. Мы в точке GP-403. Эй, что ты трусишь? Возьми себя в руки, ладно? Расстреляем ящик патронов и вернемся. Вот и все, ладно? Поехали. 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 Нам давай. Больше не будем ходить на ту сторону. Скоро день рождения Чоя. А тебя к тому времени уже здесь не будет. Надо хотя бы попрощаться. После того, как я уволюсь, не ходи туда один. Понял? Брат, в тот день северяне действительно собирались атаковать? Откуда мне знать? Нам сказали, что янки собираются бомбить нас. Нам что, сидеть просто? Не надо было делать ядерное оружие. Я его делаю. Чего злишься? Хватит войне говорить. Давайте напишем родителям. И Су Джон тоже. Если война начнется, нам надо будет стрелять друг в друга. А как насчет того, чтобы выписать друг другу справки или что-то в этом роде? Настоящим подтверждается, что рядовой нам служил в республике подпись старшина О и рядовой Чой. Вот так. Хорошая идея. Верно. Все это дерьмо. Если янки начнут войну, то в живых не останется никто. Никто. Через три минуты после начала войны обе страны будут уничтожены. Полностью опустошенная земля. Это понятно? Понятно. Эта песня напоминает мне маму. Скажи, почему этот певец умер таким молодым? Эй! Эй! Давайте поднимем тост за певца Квансека. Кьюнг Пил О. Улица Чалима, Пхеньян. Чой Ву Йин. Три Яксан, провинция Северный Пьюнган. Я не могу выбрать правильный ракурс. Что? Что? Да так, ничего. Эй! Потеснее. Вот так. Отлично. Отлично. Ну что, вы пошли? Да, пора. Пошли. Салага, я же учил тебя, как это делать. А ты до сих пор все портишь. Что я не делаю, все равно не блестит. Дай посмотреть. Солдат должен все улавливать с первого раза. Я не могу делать это за тебя вечно. О, подожди. С днем рождения. Спасибо, товарищ. Брат. О, черт. Ты что, плачешь? Не могу сдержаться. У меня тоже есть кое-что для вас. Да? О, что бы это могло быть? Что это? О, что, черт возьми, вы тут ели? Открой дверь. Открой дверь. Открой. Открой. КОНЕЦ КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Да. Что? Почему он хочет отложить перекрёстный допрос? Скажите это генералу Пьё. Если рядовой нам выпрыгнет, или сержант Ли впадёт в шок, то это уже не моё дело. У меня нет времени нянчиться с подозреваемыми. Понятно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот ваши письменные показания. Прочтите и скажите, не хотите ли что-либо изменить. О, извините. Все верно. Да. Вы узнаете это? Это место преступления. Лейтенант Чен, старшина О и рядовой Чой. Сколько южнокорейских солдат атаковало пост? Только один. Вы уверены? Уверен. Хорошо. Это сержант Ли. Вы знаете этого человека? Южнокорейская марионетка. Что это? Что здесь происходит? Я предполагаю, что этот южнокорейский солдат был также на месте инцидента. Он в коме, так что мы не сможем выяснить это сегодня. Предполагаете? А какие у вас есть доказательства? Во время допроса, когда ему сказали, что будет проверка на детекторе лжи, рядовой нам попытался совершить самоубийство, выпрыгнув из окна. У нас нет другого выхода, кроме как рассматривать это в качестве признания. Поэтому предлагаю заново начать расследование. Мы прибыли сюда не для того, чтобы слушать ваши сказки. Пожалуйста, хватит. Сукин сын! Капиталистический ублюдок! Знаешь, как долго я ждал этого? Проклятая марионетка! Знаешь, как долго? Товарищ! Убери свои руки! Я тебе покажу силу нашей республики! Капиталистическая свинья! Сукин сын! Предатель народа! Американская марионетка! Старшина он! Да здравствует трудовая партия Кореи! Наш любимый руководитель! Да здравствует верховный главнокомандующий Ким Чен Ир! Капиталистический Ким Чен Ир! Капиталистический Ким Чен Ир! Капиталистический Ку Рабиник Что это? Вы говорили, что впервые в Корее. Ну и как вам, родина вашего отца? Во время Корейской войны существовал концентрационный лагерь для северокорейских военнопленных. Пленные были разделены на две группы. Коммунисты и антикоммунисты. То есть те, кто воевал не по своей воле. Немало погибло людей в столкновениях между этими группами. Так сказать, гражданская война внутри гражданской войны. После окончания войны пленные были освобождены и могли выбрать, где жить дальше. В капиталистической Южной Корее или вернуться назад в коммунизм Северной Кореи. Но 76 узников из 170 тысяч отказались от этого выбора. Они рассеялись по всему миру. Местонахождение некоторых из них до сих пор неизвестно. Как и вашего отца, Джан Йен-Ву. Он достаточно удачно обосновался в Аргентине, где и женился на швейцарке. Генерал Пе потрясающе подробно изучил ваше прошлое. Министерство обороны и иностранных дел, посольство Индии, Бразилии, Аргентины и Швейцарии были им задействованы в поиске информации. Он никак не мог позволить дочери бывшего офицера-коммуниста вести расследование. Вы понимаете? Три дня. Еще три дня, и я уверена, что получу показания сержанта Ли. Показания. Вы подтолкнули рядового нам к попытке самоубийства. Только за это вас могли отстранить от дела. Вы понимаете? Вы еще не почувствовали жизнь в Панмунджоме. Мир и правда здесь несовместимы. И все хотят, чтобы расследование, ничего не нашло. И вот почему стороны согласились передать дело какой-то наблюдательной комиссии нейтральных государств. Военнопленные, отказавшиеся жить в каком-либо из корейских государств, на самом деле хотели поехать в Швецию или Швейцарию. Но эти две страны, учредившие наблюдательную комиссию нейтральных государств, чтобы наблюдать за разделенной Кореей, не впустили корейцев к себе, отказав весьма холодно. Когда бы я не задумывался над судьбой тех 76 узников, я всегда задаюсь вопросом, а насколько эти две всегда нейтральные страны гуманистичны? До свидания, мадемуазель. Увидимся на прекрасном озере в Женеве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что заставил у вас прийти, несмотря на ваше состояние. Это приказ о моем отстранении отдела с нуля часов завтра. Я слышал о вашем отце. Вы слышали, что он был северокорейским офицером? И что вы об этом думаете? Я вам сочувствую. Тем не менее, у меня до сих пор синяк. А вы выглядите прекрасно. Похоже, у вас грипп не сильнее, чем у сержанта О. Итак, все самое интересное еще впереди. Смотрите. Как только я встретилась у Джон, я поняла, что видела ее лицо раньше. И было несложно потом вычислить, кто она такая. Вот рисунок рядового Чой. А это... Это фото было найдено на теле рядового Чой. Если отсутствующая пуля разрушает все алиби рядового нам, тогда это отсутствующее лицо доказывает, что эти четыре солдата давно были друзьями. У меня есть два совершенно разных донесения. От вас зависит, какое из них я представлю на рассмотрение. Если вы скажете мне правду, я не оставлю своему преемнику никакой информации по этому делу. Это угроза? Это сделка. Мне все равно. Идти в тюрьму или получать медаль. А что вы можете мне предложить, если я скажу правду? То, что вы пытались защищать до самого конца, безопасность старшины О. Идти в тюрьму. 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 Товарищ Чен, успокойтесь, пожалуйста. Я все объясню. Что это? Что здесь происходит? Пожалуйста, опусти оружие. И ты тоже ли? Ублюдок! Я поставил тебя в караул, а ты связался с этими марионетками? Арестовать их! Они пришли сюда, чтобы обговорить свой переход на север. Я сам все улажу. Эй, Чой! Это приказ. Эти подонки наши враги. Разоружите их немедленно. Стреляй! Всю ответственность беру на себя. Не двигаться. Делай, что говорю. И я прощу тебе этот акт предательства. Исполняй! Товарищ Чон, прости! Ли, опусти оружие. Другого выхода нет. Нет. Я все объясню. Сделаем так, как будто вы сами сюда пришли. Давай. Это возможно? Опусти сначала оружие, а потом поговорим. Да пошел ты! Ты прекрасно знаешь, что этой сволочи нельзя доверять. Ты же сам говорил, что он честолюбивый мерзавец. Он убьет нас обоих. И скажет, что застрелил нарушителей границы. Я обещаю, что буду защищать вас. Ты мне не веришь? Нам, ты мне доверяешь? Скажи ему. Это они все заранее подстроили. Ли, брат, помнишь, как товарищ О спас тебя от мины? Не помнишь? Пожалуйста, опусти пистолет. Хорошо? Пошел ты. Пошел ты со своим братом. После всего мы теперь враги. Ты сказал, что я трус? Отлично, смотри теперь. Убью я эту сволочь или нет? Просто смотри. Слушай, Ли, мы все так погибнем. Давайте покончим с этим. Опустите. Все вместе оружие. Ты тоже чай. Просто опустите его. Вниз. Опустите. Что-то не так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА